Врачи Сургутского окружного кардиологического диспансера прошли обучение по программированию искусственных водителей ритма сердца. Для уже опытных и молодых специалистов провели практические занятия с пациентами. Следующий материал о дополнительных возможностях, которые появились у медиков и у горчан, страдающих аритмией сердца. Профилактика лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые сегодня стоят на первом месте в списке смертности, по сей день остаются социально значимыми во всем мире. В нашем округе зарегистрировано около 200 тысяч пациентов с такими заболеваниями. Если говорить о пациентах с нарушениями ритма сердца, в основном это люди молодого возраста. Очень часто эти заболевания выявляются в раннем возрасте, проявляются приступами тахикардии, сердцебиений. Если причиной аритмии являются такие заболевания сердца, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, то эти заболевания проявляются уже в более старших возрастных группах после 40-45 лет. Нарушение ритмов сердца опасно внезапной его остановкой. Именно поэтому специалисты советуют обращать внимание на болезнь еще на ранней стадии. 15 лет назад в Югре была создана аритмологическая служба. С тех пор уже выполнено более полутора тысяч имплантаций искусственных водителей ритма. Они устанавливаются пациентам с высоким риском внезапной смерти и помогают сохранять работу сердца до момента замены батареек, в среднем до 4 лет. Это достаточно дорогие устройства, но тем не менее они позволяют обеспечить качество жизни пациента, улучшить прогноз, продлить жизнь пациента и, в общем-то, снизить затраты, которые несет общество на лечение сердечной недостаточности. Несмотря на актуальность проблемы и количество аритмологических центров в стране, образование в этой сфере сегодня является чуть ли не эксклюзивным. В России нет системы обучения докторов, мало литературы, не систематизирована помощь оказания пациентам прооперированным. Аппараты очень, скажем, умные на сегодняшний день, имеют много функций. А специалистов, обучающих врачей программированию и отслеживанию работы вшиваемых аппаратов, в России практически нет. Ольга Костылева – автор одного из первых руководств России по электрокардиостимуляции. В связи с чем уже много лет сотрудничает с окружной кардиологией. Всего знать нельзя. Я еще раз говорю, техника просто, скажем, умопомрачительная, умная. Поэтому она за этим больше следит, в сферу того, что она этим занимается. Мы восполняем недостатки, может быть, постдипломного институтского образования. Мы даем базу, чтобы врачи знали основу, фундаментальные основы электрокардиостимуляции. Дмитрий Охроменок 10 лет назад в результате инфаркта пережил внезапную сердечную смерть. Но после удачной имплантации кардиовектора-дефибриллятора продолжает полноценную жизнь. Правда, под наблюдением врача. Есть новые устройства, которые недавно, скажем так, зарегистрированы на территории Российской Федерации. Мы эти устройства имплантируем. Я, например, не со всеми устройствами умею работать и знаю, как с ними работать. Вот сейчас для меня многие пациенты стали уже более открытыми. Специалисты утверждают, что благодаря семинару число врачей, которые смогут обслуживать большее количество послеоперационных пациентов округа, тоже увеличится. А те, кто уже практикуют, не будут испытывать былых затруднений. Яна Сутермина, Богдан Шиповал, телерадиокомпания «Север».